Так что вообще уже не знаешь Значит, мне это не очень нравится, но реальность Значит, вот xy Небольшой камень, брошенный с ровной горизонтальной поверхностью Земли под углом горизонта Упал обратно на Землю в 20 метрах от места броска Значит, мы знаем, что вот здесь Он 20 пролетел Чему была равна скорость камня через одну секунду после броска? Если в этот момент она была направлена горизонтально Вот мы с тобой это обсуждали Горизонтальное направление скорости Это закодированное название верхней точки полета Верхняя точка полета может называться В тот момент, когда скорость была направлена горизонтально Потому что здесь вертикальная составляющая v, у равна 0 Остается только горизонтальная, которая вообще не меняется Может быть сказано В точке с минимальной скоростью Потому что скорость, на самом деле, она по модулю все время больше, чем вот это V0x За исключением за одной точки, именно наверху Это место минимальной скорости Но не нулевой, потому что есть x-овая составляющая Или, может быть, сказано в тот момент, когда в высшей точке подъема Ну, это вот самая простая формулировка Вот они выбрали скорость направлена горизонтально Значит, мы знаем такую вещь, что это вот эта точка И это максимальная точка подъема Опять у меня парабола, значит, кривая, ну ладно, ты меня простишь То есть, нет, я сам себя не прощу Значит, я все-таки сделаю нормальную параболу Ну, вот более-менее 20 То есть, мы понимаем, что вот здесь t прошло 1 секунду До сюда, и точно так же t прошла 1 секунду сюда Значит, полное время движения Вот мы пользуемся симметрией нашего движения Относительно вот этой вертикальной оси Значит, полное движение 1 плюс 1 t полное Значит, это 2 секунды Значит, x-овая составляющая скорости Vx, она здесь вообще не меняется Я нолик позволю себе не написать Значит, vx умноженное на 2 равняется 20 Откуда я это знаю? Ну, потому что он по горизонтали пролетел 20 метров Там он вверх поднимался и опускался Значит, vx равняется 10, как ты видишь Теперь остается решить задачку Какая была вертикальная скорость А А больше ничего не надо Мы, конечно, можем найти вертикальную скорость Но чему была равна скорость камня через 1 секунду? 10 Вот это и есть vx Все, ответ 10 Но все-таки давай найдем вертикальную скорость vy нулевое Мы знаем, что за секунду vy нулевое спустилось до нуля Мы знаем, что 0 наверху Давай я еще раз эту напишу vy равняется v0y минус gt Это на подъеме И вот наверху, в высшей точке подъема это 0 Это я знаю, что у меня какое-то То есть я его не знаю Я знаю, что я его не знаю Минус 10 умноженное на 1 секунду Потому что мне сказано, что он за секунду долетел доверху Значит, очевидно, что v0y это 10 на 1 То есть тоже 10 То есть здесь легко найти и скорость по y Но ответ уже задачи мы дали А какой будет начальная скорость? Как ее найти? v нулевое это, по теории Пифагора Ее надо искать Квадрат одной скорости плюс квадрат другой v нулевое y плюс vx Но здесь плохо, что 0 у x нет Значит, это в любом случае 10 плюс 10 в квадрате То есть это 10 корней из 2 10 корней из 2 То есть вот мы с тобой побольше решили, чем Добавляем 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 Добавляем